В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Начнут ли ремонт сети водоснабжения и водоотведения? Депутаты продолжают обсуждать концессию Горводоканала. В Нижегородской области начали действовать результаты новой кадастры оценки недвижимости. Модель немецкого самолета и набор миниатюрных воинов. В музее Оловянного солдатика появились новые экспонаты. Далее расскажем обо всем подробно. И снова о концессии. В конце прошлого года глава города Алексей Сафонов отменил все решения администрации о заключении концессионного соглашения в отношении Горводоканала. Но вопрос о реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения стоит по-прежнему остро. Поэтому депутаты вновь вернулись к обсуждению темы. Подробности далее. Больше двух лет обсуждали возможность концессии Горводоканала депутаты и представители администрации. 60 рублей за куб холодной воды. С таким тарифом изначально зашел потенциальный концессионер. Возможная тарифная сетка за эти годы многократно перекраивалась. Условия концессионного соглашения переписывались. С неизбежностью его заключения смирились, казалось бы, все. Но концессии не случилось. Новый глава города в конце прошлого года отменил все решения администрации, касающиеся этого вопроса. Алексей Сафонов заявил, что тема требует более глубокой проработки. И уже на одном из первых в этом году заседаний комитетов депутаты вернулись к ней. Первым шагом вновь стало утверждение перечня объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения. Вопрос поиска финансовых ресурсов для проведения реконструкции этих сетей, он у нас сегодня до сих пор не решен. Собственно говоря, для чего мы решили на рассмотрение возможности заключения концессионного соглашения в прошлом году. Утверждение перечня объектов – это еще не решение о концессии. Это лишь возможность для заключения соглашения. Без этого утвержденного до 1 февраля списка имущества в этом году соглашение заключить будет нельзя. А вот случится концессия или нет – вопрос по-прежнему открытый. Но без дополнительного финансирования, по словам руководителя Горводоканала, привести в порядок все сети водоснабжения и водоотведения нельзя. Ситуация в лучшую сторону меняться не может без комплексного финансирования, большой реконструкции и замены множества сетей, задвижек, системы водоснабжения и водоотведения. К вопросу концессии теплосетей депутаты подошли впервые. Но тут ситуация в корне отличается от истории с Горводоканалом. Сейчас тепловые сети находятся в аренде у Саровской теплосетевой компании, которая и обслуживает их. В декабре срок аренды истекает, и по закону продлить договор нельзя. Концессия – это один из альтернативных арендевариантов. Концессия вообще по закону та же аренда. Только она еще устанавливает условия по реконструкции отдельных арендов этих систем. Вот чем отзыв на отличие. По словам руководителя Саровской теплосетевой компании, они уже готовят проект консессионного соглашения и план работ в его рамках. В частности, определили список оборудования, которое в первую очередь нуждается в реконструкции. Мы выделили в первую очередь порядка 180 водов, у которых практически стопроцентный износ. Соответственно, мы для себя уже сейчас определили приоритеты до 35-го года в концессию по замене данных водов. Ну и, соответственно, планируется, в принципе, первоочередные под замену вода, которая уже находится в наиболее наихудшем состоянии. При этом, как заверил Игорь Воронцов, для потребителя смена формы отношений Саровской теплосетевой компании с администрацией с аренды на концессию пройдет незаметно. Это никак не скажется ни на работе компании, ни на тарифах. Меняться стоимость услуг будет лишь в рамках инфляции. Предварительно, я говорю, увеличение тарифов не планируется. Это в рамках инфляции планируется производить реконструкцию и ремонт за счет амортизации, которая будет нам передана по всем этим водам и оборудованию в концессию. Без институционной добавки? Да, без институционной добавки. Но есть одно «но» – концессия – это конкурсная процедура. И кроме Саровской теплосетевой компании на нее могут заявиться и другие потенциальные концессионеры. Результаты новой государственной кадастровой оценки недвижимости начали действовать в Нижегородской области с 1 января этого года. Познакомиться с ними можно на сайте Министерства имущественных и земельных отношений региона. Для этого необходимо знать кадастровый номер своего объекта недвижимости. Подробности в следующем репортаже. Вы можете быть не в курсе, но теперь налог на вашу квартиру или дом может вырасти. С 1 января в регионе начали действовать результаты новой кадастровой оценки. В прошлом году госучреждение кадастровой оценки переоценило более 4 миллионов объектов недвижимости. Здание, помещение, единые недвижимые комплексы, машин и места предприятия. Граждане могут посмотреть свою кадастровую стоимость по объектам недвижимости, зайдя на сайт Государственного бюджетного учреждения по Нижегородской области «Кадастровая оценка». Также кадастровую стоимость можно посмотреть на сайте росреестра.ру, но, обращая внимание, сейчас именно проводится работа по занесению этой новой кадастровой оценки. То есть по каким-то объектам она уже внесена, по каким-то она будет внесена буквально до конца января месяца. Кадастровую стоимость в основном применяют для налогообложения или, например, при обращении к нотариусу при уплате госпошлины. Также при совершении сделки по продаже недвижимости НДФЛ будут рассчитывать, исходя из кадастровой стоимости объекта, в случае, если указанная в договоре рыночная, цена ниже. Если рассматривать вот этот новый этап, его, как называют, новый тур кадастровой оценки, по некоторым объектам кадастровая стоимость, она увеличилась, но не превышает рыночную стоимость. А по некоторым объектам, таким как ветхий фонд, к примеру, либо объекты, расположенные там, где плохо развита инфраструктура, произошло уменьшение. Кроме того, с 1 января в Нижегородской области кадастровая стоимость стала фактически приравниваться к рыночной. Массовая кадастровая оценка не учитывает индивидуальные особенности объекта, например, перепланировку или ремонт квартиры. Собственники, не согласные с оценкой кадастровой стоимости своего объекта, могут обратиться с заявлением в кадастровую оценку, чтобы кадастровую стоимость пересчитали индивидуально. В любом случае, сама кадастровая стоимость не должна быть выше рыночной. То есть, если гражданин понимает, узнав кадастровую стоимость объекта, здания, квартира, это редко бывает, что она выше рыночной кадастровой стоимости у нас. Если по каким-то объектам кадастровая стоимость получилась выше рыночной, то как раз и гражданин или это юридическое лицо может обратиться в бюджетное учреждение, предоставив оценку. То в этом случае она будет понижена до рыночной. Более подробно с процедурой подачи замечаний можно познакомиться на сайте учреждения. Специалист готов ответить на все возникающие вопросы по телефону 8 831 281 61 90 281 62 02. Также обращение можно направлять на электронный адрес. На базе портала Госуслуг создадут сервис, позволяющий проводить собрания собственников жилья в электронной форме. На портале можно будет размещать принятые собственниками решения и сведения об итогах голосований. Сервис синхронизирует с Единым государственным реестром недвижимости и государственной информационной системой ЖКХ. Ресурс будет автоматически информировать жильцов о проведении собраний и хранить итоговые протоколы в электронном виде. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Резкое потепление придет в ближайшие выходные в регион. Аномальные морозы, которые стоят в Нижегородской области, уже почти неделю сменят оттепель с плюсовой температурой. В пятницу температура воздуха будет держаться в районе минус 12 градусов. В субботу резко уйдет в плюс. Ночью 23 января будет минус 11 градусов, а уже днем потеплеет до плюс 1. Синоптики прогнозируют снег с дождем и довольно сильный ветер до 9 метров в секунду. 23 и 24 января юношеская хоккейная команда «Саров» примет на своем льду команду «Юниор» «Газпромдобыча» из Оренбурга. Они проведут две встречи в рамках первенства России среди юношей Приворского федерального округа. Матчи пройдут без зрителей. Прямую трансляцию игр можно будет посмотреть на нашем канале в Ютьюбе и в официальных группах канала «16» в социальных сетях. 23 января матч начнется в 17.00, 24 января в 9.30. После шести дней снижения в России вновь подскочила заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки вывели 21 887 новых случаев заражения. Негативную динамику показывает и смертность от COVID-19. За 24 часа скончались 612 человек, что стало вторым худшим результатом по летальным случаям за все время пандемии. Всего в России зарегистрировали более 3 650 000 случаев заболевания. Суточный темп прироста составил 0,6%. Нижегородская область по заболеваемости COVID-19 находится на четвертом месте. За сутки в регионе коронавирусом заразились 493 человека. В Сарове зафиксировали еще 79 случаев заболевания. Число умерших вплотную приблизилось к сотне. Телевизоры со смарт-ТВ, компьютеры, видеонаблюдения и точки Wi-Fi школам. Учителям планшеты на отечественной операционной системе. Ученикам доступ к цифровым урокам. Все это войдет в стандарт цифровой школы, которую разработали Минпросвещение и Минцифры. В документе очень подробно прописано, каким современным оборудованием необходимо оснащать школы. Начиная от программного обеспечения и функций, заканчивая размером экранов компьютеров и планшетов. Объемом их памяти, количеством USB-портов и другими техническими характеристиками. В числе прочего в планах оснастить не менее 25% учебных кабинетов средствами для видеоконференц-связи. В 30% школьных кабинетов должны появиться проекторы, телевизоры со смарт-ТВ, другие интерактивные системы. Более половины учителей получат персональные устройства для обеспечения образовательного процесса и ведения педагогической деятельности. Во всех помещениях школы, в том числе в столовой, вестибюле и рекреациях, должна быть уверенная зона покрытия Wi-Fi. Это приведет к тому, что все учителя и ученики будут иметь доступ к сервисам для работы с цифровым образовательным контентом. Напомним, создание в стране цифровой образовательной средины дается в рамках национального проекта «Образование». К 2024 году это даст возможность использовать такие образовательные технологии в дополнение к традиционным. Сейчас документ проходит этап общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных паровых актов. Внести свои предложения можно до 25 января. В музее лавянного солдатика пополнение. Своё место на стеллаже заняла миниатюрная копия немецкого гидросамолёта. Также новыми экспонатами пополнились диорамы «Штурм Берлина» и «Битва под Москвой» и «Нижегородского ополчения» с польскими захватчиками. Это наборы бойцов Красной армии и польских солдат 1612 года. Подробности смотрите далее. После новогодних праздников музей военно-исторической миниатюры пополнился сразу несколькими экспонатами, которым сразу же нашли место в коллекциях. Среди миниатюр есть как современные, так и изготовленные несколько десятилетий назад. Американские трапперы, сделанные Донецким заводом пластиковых игрушек, ещё при Советском Союзе они сделаны. То есть это где-то 80-е годы, подаренные нам Дмитрием Кондратьевым, очень интересным человеком. Есть ещё рыцари, тоже такой маленький набор, они тоже сделаны где-то в лохматых годах. Диораму битвы под Москвой в ноябре 1612 года сотрудники посвятят 800-летию Нижнего Новгорода. Экспозиция почти готова. Скоро её дополнят миниатюры польских солдат. Мы их привезли, их надо ещё покрасить, поставить, и диорама будет готова. Очень интересно. Я их ждал. Первый набор русских вышел в 2008 году, а этих вышел только в прошлом. Представляете, какая разница? 10 лет практически разница в выпуске двух серий. Сокровищница пополнилась моделью немецкого гидросамолёта, фигурками красноармейцев, ландмейстером Тевтонского ордена и 65-сантиметровым русским богатырём. Несмотря на то, что от своих миниатюрных собратьев она отличается, экспонат уже подтолкнул к нескольким интересным идеям. У меня сразу тема следующей уже экспозиции возникла. Тем более этих солдатиков у нас, вообще русских богатырей, достаточное количество. В рамках проекта «Весна победы» 1945 к 9 мая для посетителей соберут диораму «Штурм Рейхстага». В неё войдёт и новый набор бойцов рабочей крестьянской Красной Армии. Гостям также планируют показать документальные и художественные фильмы на тему Великой Отечественной войны. Bookface, мастер-классы и игра «Охота за привидениями». Накануне Дня селфи в библиотеке Мини Пушкина проходит одноимённая акция. Дети и взрослые могут сфотографироваться на фоне книжных полок с любимыми произведениями в руках, примерить интересные атрибуты, а потом опубликовать снимки на своих страницах в социальных сетях. Подробности смотрите далее. Совсем не страшное, а очень симпатичное привидение только без моторчика встречало детей в отделе искусства детской библиотеки. Но как с таким не сфоткаться? Необычный праздник, день селфи в библиотеке в Пушкинке отметили насвещенной программой. Дети не выпускали телефон из рук, чтобы сделать как можно больше фотографий. Хорошая идея совместить современное увлечение молодёжи, потому что сейчас у многих детей есть инстаграмы, контакты, многие другие соцсети. А пофотографироваться на интересных видах редко получается. Библиотекари точно знают, как разбудить интерес у детей и подготовили небольшую костюмерную, где мальчишки и девчонки могли перевоплотиться в сказочных персонажей и героев любимых произведений. Маргарите всего 9 лет, но она может включать камеру в телефоне и знает, как делать селфи. Необычный праздник ей пришёлся по душе. Чтобы красиво, классно сфоткаться, мы делали разные атрибуты и фоткались с книгами. Дима селфи делает редко, разве что на фоне какой-нибудь достопримечательности. Но в этот день не ограничивал себя. Больше всего ему понравилась акция Bookface. Я прикладывала книги, например, метро. Там как раз нарисован мужчина в униформе, в броне. И было хорошо. То есть я приложила, лицо было, всё, плечи. И получилась интересная фотография. Меньше чем за час ребята сделали несколько десятков фотографий. Но за эти селфи родители точно не будут ругать. А всё потому, что дети провели это время с пользой. В самом, что ни на есть полезном месте – библиотеке. И это всё, о чём мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова